МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем тихонечко-тихонечко, да, на таких полутонах, вступаем, меланхолические вот. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Маркушевич играет на русской гитаре всю свою жизнь. Музыкальное образование он получал в Гнесинке, который окончил в 1990 году и был одним из последних учеников композитора и гитариста-семиструнника Льва Александровича Минро. Сейчас Владимир является одним из немногих, кто играет на семиструнке в России, а заодно и сам делится опытом с подрастающим поколением. Арене только что исполнилось 13. Девочка учится в 14-й гимназии и перешла в 7-й класс. И около трех лет она занимается в филиале Одинцовского центра эстетического воспитания, играет на классической шестиструнной гитаре. А несколько недель назад взяла в руки и семиструнную. На семиструнной гитаре у нее более звонкий звук по любым, но по любым струнам, даже если они из разных стран, они все равно звучат более звонче и красивее, чем на шестиструнной. На шестиструнной, так как я уже долго занимаюсь, на ней проще находить ноты и их играть. На семиструнной же ноты совершенно разные и к ним привыкать довольно дольше. Но, как мне кажется, на семиструнной гитаре многие пьесы могли бы звучать очень красиво. К игре на гитаре Арина относится как к любимому хобби – способу отдохнуть и выразить свое творческое начало. Девочка также любит петь и рисовать, причем в разных жанрах, но все-таки предпочтение отдает гитаре. Я просто люблю играть на гитаре, но мне бы хотелось иногда сыграть какие-то песни, которые меня зацепили в интернете. Какие-нибудь популярные, но сыграть их на гитаре. В Одинцовском центре эстетического воспитания Арина занимается у Андрея Гришкина. Он, лауреат различных фестивалей и конкурсов, руководит объединением «Мир гитары». Уже четыре года учит ребят игре на классической шестиструнной гитаре. Однако всегда мечтал освоить семиструнный инструмент. Под руководством опытных музыкантов и педагогов он открывает для себя новые горизонты. С удовольствием принял участие в отборочном конкурсе и теперь учится играть на семиструнке вместе с остальными учениками летней гитарной школы в Лапине. У меня всегда было в мыслях и мечтах именно познать этот инструмент, все его секреты, все его таинства. Поэтому это очень-очень хороший проект. У нас очень позитивная, душевная атмосфера. Конечно, все очень довольны. При этом Андрей планирует и дальше продолжать заниматься на семиструнной гитаре. Инструмент привлекает его своим звучанием и принадлежностью к исконно русской культуре. Самое главное, чтобы этот проект сохранял свою преемственность, чтобы мы как педагоги могли передавать уже наш опыт, который мы приобрели непосредственно в этом проекте своим ученикам. Потому что это наша гитара, это русский инструмент и свои традиции, конечно, мы должны чтить. На уроках в летней школе «Русская гитара» ученики не обращают внимания на возраст. Ведь вокруг собрались единомышленники. Музыканты живут одной идеей в едином пространстве. Когда я сюда приехала, я просто в шоке от этих талантливых детей, от того, как выкладываются, как они, наверное, даже ночью играют на гитарах, и как они играют, и сколько души они вкладывают, и какие они действительно все талантливые дети. Поэтому и самый юный воспитанник школы, 10-летний Павел, с легкостью нашел здесь новых друзей. У меня есть некое ощущение стеснительности, потому что я самая младшая, но мне нормально, хорошо общаться, друзей нашел. Паша приехал в летнюю школу в сопровождении бабушки Галины Васильевны. Она тоже музыкант, занимается с внуком игрой на фортепиано. Но в свое время была против того, чтобы Павел одновременно с первым классом в общей образовательной школе начал учиться и в музыкальной. Однако опасения оказались напрасными. Успехи мальчика в игре на шестиструнной гитаре стали заметны уже в первый год обучения. А со второго класса к классической гитаре прибавились занятия на русской – семиструнной. Этот инструмент, кстати, Паше нравится больше всего. Конечно, бывают люди, которые за границей играют на ней, но все же это наша гитара. Плюс еще на ней интересно заниматься, учиться. Я даже со временем стал больше уделять времени на семиструнной гитаре, чем шестиструнной. Да, вообще. Мне нравятся больше семиструнная гитара. Сейчас в копилке достижений Павла много наград различных конкурсов, в которых мальчик участвует постоянно. Также он любит играть для своих родных и близких, а они его слушать. Если ты сегодня сыграешь мне степь на степь кругом так, что я растаю, я тебе прощу все твои косяки. Особая душевность отличает все произведения, исполняемые на семиструнке. Поэтому репертуар у нее соответствующий – цыганские и народные песни, русские романсы. К самому инструменту музыканты тоже испытывают трепетные чувства. У меня в руках инструмент моего друга, который, к сожалению, не дожил. Он буквально за три месяца ушел, и он был в 2019 году, это была моя поддержка. Мне кажется, какой изумительный совершенно человек Петр Бахов. Созданием оркестра семиструнных гитар в рамках летней школы занялся музыкант и педагог из Казани Евгений Аксенов. Участники оркестра разучивали свои партии в течение полутора-двух месяцев и репетировали онлайн. Сейчас играют вживую и делают первые успехи. Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два. Кто шагает, друг, в напряд, в семиструнный наш отряд. И пионерская барабанная дробь, и лирические пассажи с одинаковой легкостью удаются музыкантам. А ведь традиция игры на русской гитаре сегодня практически забыта. Эта традиция, к сожалению, она практически утеряна. И осталось всего лишь несколько педагогов, которые преподают семиструнную гитару. И мы хотели бы, чтобы все же современные педагоги, молодые, обратили внимание на этот инструмент и чтобы они продолжали эту традицию. Чтобы русская семиструнная гитара стала не просто инструментом таким факультативным, но и она вернулась обратно и в средние учебные заведения, и в вузы. В свое время именно с семиструнки начал свое знакомство с музыкальным инструментом и участник дуэта «Русские гитары» Владимир Сумин. Лишь со временем освоил классическую шестиструнку. Игре на гитаре он отдается полностью. И вся его жизнь связана именно с русской гитарой и русской музыкой. Русская музыка, русская гитара. Для меня это важная вещь такая. У меня мой учитель Леонид Максимович Кривоносов в Ростове-на-Дону я учился. Он был очень долгое время ведущим главным педагогом по гитаре в Ростове, да и вообще по всему Северному Кавказу, можно сказать так. И уже как-то на склоне его лет я его спросил, говорю, Леонид Максимович, а что вами двигало? Зачем вы вот как бы семьей так не слишком занимались? Там все учеников, все работа, все школа, все гитара. Он говорит, ты знаешь, он сказал, мне хотелось, чтобы звучала русская музыка. Вот это самое главное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok